Айтишника из Пашина, это один из отдаленных микрорайонов Новосибирска, приговорили за многомиллиардную аферу. Программист, как посчитало следствие, умыкнул со счетов сингапурской криптобиржи астрономическую сумму. Он успел сменить фамилию, но с новым паспортом и двумя чемоданами денег был остановлен в аэропорту. Он жил на широкую ногу, правда фамилию Белюченко пришлось сменить на менее приметную. Так, пашинский программист стал Алексеем Ивановым, много учился, работал, потом устроился сисадмином сингапурской криптобиржи компании ВЭКС. Когда оперативники зашли в жилище айтишника, немного растерялись. Это, например, гардеробная модника. Судя по количеству одежды и обуви, сутки напролет сидеть за монитором компьютера он явно не собирался. Вскрыв сейф новосибирца, правоохранители изумились не меньше. По версии следствия, красный админ, так прозвали Иванова в СМИ, осенью 2018-го заблокировал расчетные счета и адреса криптовалютных кошельков многих пользователей и даже собственников сингапурской биржи. Они не могли получить доступ ни к оборотным средствам, ни к цифровым финансовым активам. Так ушлый айтишник заработал сумму, эквивалентную, 3 миллиардам 168 миллионам рублей по курсу пятилетней давности. Он обвиняется при своении имущества в особо крупном размере принадлежащего компании World Exchange Services. Для возмещения причиненного имущества на вреда юридическому лицу и обеспечения исков пользователей, следователем наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемого и добровольно внесенные им денежные средства на сумму более 4 миллиардов рублей. Это уникальное по своей сути дело в апреле поступило на рассмотрение в Зальцовский районный суд Новосибирска. Но адвокат и финансисты добились переноса процесса в столицу. 43-летний Иванов вину признал полностью и даже подал прошение об отправке его в зону СВО. Пока итог следующий. Три с половиной года колонии общего режима. Продолжение следует...